Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Восьмиклассник Алексей Рядомакин закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Сегодня музыка для него только хобби. Недавно доктора поставили ему диагноз – сахарный диабет. Остановить развитие болезни помогает физкультура. Теперь Алексей выбирает, каким видом спорта заняться. Вех, естественно, на турничках подтягиваюсь. Ну и так еще отжимания, ну и строгантели. У нас во дворе есть площадка как раз для футбола. Там мы с друзьями играем. Неолимпийские игры в лагере «Олимп» – это не только спортивное шоу гимнастов и танцоров для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них это интерактив. Каждый мог приобщиться к физкультуре в командных соревнованиях. Батут, ручеек. На трибунах за начинающих паралимпийцев болеют родители и организаторы спортивного праздника. Масса положительных эмоций у них от этого праздника. Потому что здоровый образ жизни, физическая культура – это основная составляющая нашей жизни, нашего образа жизни. Поэтому мы именно с этих лет должны их к этому приучать. И чтобы они знали, что дает здоровый образ жизни, что дает физическая культура. Самарские паралимпийцы без спорта не сидят. Круглый год проходят турниры. Ближайший стартует 29 августа. Финалисты поедут на областную спартакиаду. А неолимпийские игры – своеобразный отбор в районные команды для участия на городском этапе. Для детей это остается в памяти и в желании что-то в своей жизни изменить и как-то пожить, активно пожить и порадоваться тому, что может сделать в своей жизни. Даже в игровых моментах дети показывают, на что они способны. И мы уже, в общем-то, присматриваемся, какие дети уже пойдут в спорт. Девиз неолимпийских игр – олимпийский. Главное не победа, главное – участие. А победы к подросткам придут, тренеры знают. Нужно только регулярно заниматься и участвовать в соревнованиях. Примеров хоть отбавляй. Спорт слепых – пауэрлифтер Виталий Майер, бронзовый призер чемпионата мира. Спорт глухих – дзюдоистка Людмила Слепышева, серебряный призер сурд олимпийских игр. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.